Оборону можно снять. Жители переулка Серышевский сооружали укрепление от воды. Помог дорожный ремонт. Заплати долги и живи спокойно. Больше половины сирот города не оплачивают ЖКУ и рискуют попрощаться с муниципальным жильем. Юнг и Удалг. 15-летний Богореченский гонщик завоевал бронзу чемпионата России. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте. С не самого приятного сюрприза началось сегодняшнее утро для благовещенцев. Правда, только для тех, кто на работу спешил к восьми. В течение получаса на Благовещенск падали первые в этом году снежинки. Очень быстро они сменились слабым дождем и следов своего пребывания на улицах не оставили. Осадки в наш регион принес западный циклон с холодным атмосферным фронтом. Такая погода в Амурской столице больше характерна для середины октября, говорят синоптики. Впрочем, завтра циклон уйдет из региона, за окнами немного потеплеет. Впервые на погоду не обратили внимания жители переулка Серышевский. 20 с лишним лет ненастии они боялись больше, чем огня. Тонули и дороги, и огороды. Все изменилось две недели назад с завершением строительства на примыкающей улице Загородной. Объем и главная эффективность выполненных на участке работ накануне оценили городские власти. Вот как дожди, здесь море. Дороги нет, одно море. И мы вечно камазами отсыпали. Вон у меня даже кучка лежит еще. Дождливое лето, бабушкины слезы. Один камаз в гравии и грунта стоит 5000 рублей, а подсыпать нужно было каждый сезон. Даже в складчину с соседями выходила серьезная сумма для небольшой пенсии Галины Корнауховой. В переулке Серышевском она живет 25 лет, и все эти годы прогноз погоды смотрит со страхом. Рассказывает, чтобы спасти огороды и дома, жильцы всем районам ходили по сфалкам, собирали кирпичи для укрепления насыпей. Даже караси были, не караси, а ротаны. Сережи вон это, наденном мужем. Мы тут вылавливали в сапогах, вот так ходили вечно. Как дождь, так мы вот так вот. Вонище. Но сейчас надеемся, что ничего не будет. Надежду подарила реконструкция прилегающей улицы Загородной на участке от Горького-Дозейской. В рамках дорожной кампании здесь не просто обновили асфальт, проложили ливневку. Переулок Серышевский с ней соединили лотками. Средней интенсивности дождь большинству местных жителей теперь не страшен. Однако на двух адресах проблемы остались. Само здание, например, дом частный уже не топит, но есть там проблемы. В огород вода уходит. Почему? Где? Сидёшь, посмотрели, как что произойдет. И нашли возможность, как будет выведена вода на ливневую сюда, на улицу, или будет подключение в других местах. То есть специалисты сегодня эти решения на месте просмотрели, обсудили и приняли решение. Теперь горожане мечтают о благоустройстве. Тротуарная плитка вдоль Загородной появится в следующем году, пообещала Валентина Калита. А если позволят средства, то будет она и в переулке Серышевском. И к другим темам. Благовещенцы не останутся без самолетов в Москву. 6 октября уральские авиалинии увеличат частоту рейсов в столицу с 4 до 6 в неделю. А с 17 числа и вовсе сделают их ежедневными. Также выполнять 6 полетов в неделю готова авиакомпания ИКАР. Новое расписание начнет действовать 6 октября. Возможность отправлять борта по маршрутам обанкротившейся ВИМ-авиа рассматривает также перевозчик ЮТЕЙР. Между тем, стоимостью билетов из Амурской столицы в Москву заинтересовались антимонопольщики. Они запросили документы по ценообразованию у всех авиакомпаний и намерены изучить их на предмет злоупотреблений. В районе переулка Чигиринский до тла сгорел автомобиль, а полыхающий как факел иномарки ночью пожарным сообщили очевидцы. Я увидела пламя, давай звоните. Звонок бдительной горожанки поступил слишком поздно. К моменту приезда пожарного расчета автомобиль практически сгорел. Потушили его огнеборцы за три минуты. Выяснять из-за чего машина загорелась будут на протяжении трех дней. К слову, это уже 28-й случай возгорания транспорта в Боговещенске с начала года. Инвалидам 1 и 2 групп, страдающим от тяжелых хронических недугов, помогут обзавестись собственной крышей над головой. Накануне депутаты Законодательного собрания области проголосовали за выделение им субсидий на строительство или покупку жилья. В первом чтении. Поддержку, а речь идет примерно о 700 тысячах рублей, получат люди с рядом психических заболеваний или, к примеру, носители открытой формы туберкулеза. То есть те, чье совместное проживание со здоровыми родственниками в одной квартире нежелательно. Рассчитывать на субсидию смогут инвалиды, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилье после 1 января 2005 года. Таких в области 122 человека. На реализацию нового закона потребуется 94 миллиона рублей. Средства поступят из областного бюджета. А вот повзрослевшие дети-сироты крышу над головой могут потерять. Тех, кто живет в муниципальных квартирах и не платит за коммунальные услуги, будут переселять в меньшие квадраты общежитий. За 4 года благовещенским сиротам власти дали уже 218 квартир. Должники живут в 160. Напомнить им об уплате решили специалисты жилищного центра. Значит, у вас числится долг в размере 51 960 рублей. Мы вам вручаем уведомление о необходимости погасить задолженность. Погасить долг 23-летней жительнице одной из квартир дома на Муравьево-Амурского 26 нужно за 15 дней. Окопила его девушка почти год. С того самого момента, как заселилась сюда с двумя детьми. Визиту специалистов жилищного центра не удивилась. И без них о долгах помнит. Просто как бы я от мужа ушла и не могу пока в данный момент. Но я постараюсь сейчас выплачивать, потому что как бы выходить буду на работу, буду выплачивать потихонечку. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще одна жительница дома гостей не ждала. Рассказывает, в квартиру по соц. найму не заселялась. Мол, просто ее сняла. Правда, сразу, как проверяющие выдали предписание съехать, версия изменилась. 20-летняя женщина оказалась ночевала у подруги. Ну, как бы она вообще здесь находится. Она просто к сестре уехала. То есть она здесь живет? Да. А вы у нее как в гостях? Да. В гости женщина пришла с ребенком. Он спал в комнате вещами и даже собакой. Всем вместе в пятидневный срок придется покинуть квартиру. Ее ответственная съемщица должна за ЖКУ 75 тысяч рублей. Сразу, как найдут, ее выселят в общежитие. Давайте вы ей позвоните, напишите, и все, я тороплюсь. 23-летний парень тоже квартиру просто снял. И о долге в 60 тысяч рублей, конечно же, не слышал. Ответственную за жилье женщину видел дважды в жизни. Ну, если бы была задолженность, думаете, я бы заехал сюда? А вы с ней лично не знакомы? Нет, конечно. Подросшие благовещенские сироты должны за коммунальные услуги 2,5 миллиона рублей. Невзирая на выселение, деньги с них взыщут по суду. Если, конечно, они не рассчитаются сразу после рейда. Мы такой рейд начинали проводить в начале лета. Соответственно, статистику вместе с РКЦ посмотрели. Динамика положительная есть. 50% лиц, которым мы первоначально вручали уведомления, свои задолженности либо погасили полностью, либо заключили договор о реструктуризации с расчетно-кассовым центром. В этот раз комиссия обошла 24 квартиры в 800-м квартале. На следующей неделе посетит дома Белогоря и Маховой Пади. Оксана Коростеленко, Андрей Белый, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Сражаться с соперниками, погодой и собственным телом пришлось сегодня 117 подросткам. На стадионе «Амур» прошла шестая спартакиада для детей с ограничениями по здоровью. На нее съехали спортсмены из 16 районов области. Какие задания им пришлись по душе, а какие не очень – узнаете из сюжета. По команде «Настарь, внимание, маш!» Бежишь прямо строго по своей дорожке. 13-летней Алине Мартыновой советы не нужны. Это на областные соревнования девушка приехала впервые. Дома в Шимановске участвует во всех забегах. Неработающая кисть не помеха. В дистанции на 60 метров пришла первой. Главное выдыхать на левой ноге и все. Ну, приседать. Главное разминать колени и голеностоп. Почему? Для чего? Ну, чтобы не сомкнуло мышцы. Скованных мышц от холода, что так внезапно пришел в областную столицу, не побоялся Юрий Корытком. 15-летний легкоатлет из свободного кутаться не стал. У парня плохая осанка и слабое зрение, но рассуждает он как олимпиец. Спортсмены должны выходить на турниры по форме. Потому что как бы в Олимпике и в триконе как-то неудобно заниматься. А так как-то посвободнее. Ну и как тебе это помогло, не помогло? Да, мне это помогло. Ничего не мешало, ничего не стесняло движений. На открытой части стадиона провели матчи по мини-футболу. Забеги метали мяч. Управились за час. При хорошей погоде состязались бы втрое дольше. Ну, немножко с погодой не угадали. Будем думать. В следующий раз, может быть, пораньше проведем. Но видите, как получается, что они все равно же учатся. То есть мы проводили и в августе месяце, но где-то на каникулу, кто-то у кого-то дома из этого. Поэтому вот на сентябрь месяц. Но погода для этой категории, она не страшна. Значит, мы сейчас уйдем в теплые помещения. В теплых помещениях команды сразились в дартс, настольный теннис и шашки. Тихон Пушистов не волнуется. В апреле стал чемпионом области по этому виду спорта. У 14-летнего парня неврологический диагноз и острый ум. Вот только отбивать ход часами не любит. Да иногда я их забываю, бывает, переключать. А второй иногда просто не хватает времени, чтобы подумать и походить. Подумать и сделать ход успели все, кто хотел. 6-я спартакиада собрала 117 ребят из всех районов Преамурия. Кристина Добровольская, Андрей Белый, программа «Город». Проверить зрение и щитовидную железу, сделать снимок легких и заодно принарядиться. Приглашает в субботу общественно-культурный центр. В 9 часов утра там начнется молодежная акция «Радуга здоровья». 11-я по счету. Работать будут сразу 8 площадок. Кроме традиционных измерений роста веса и давления, горожане смогут получить консультацию по правильному приему антибиотиков и на специальном аппарате протестировать свое психологическое состояние. А первые 30 человек, что пройдут всех специалистов, получат футболки и кепки с символикой Благовещенска. Посмотреть на бородистых мурлык и наесться до отвала смогут Благовещенцы в эти выходные. Куда можно будет сходить, расскажем в анонсе. В 10 утра субботы в областной библиотеке откроется выставка кошек, которая будет идти целых два дня. В это же время на стадионе «Амур» стартует личное первенство по городошному спорту, а в областной ДЮС США чемпионат по русским шашкам. Все выходные туристы будут преодолевать пешие дистанции. На турбазе «Мухинская» их ждут к 11 утра. Для маленьких горожан в это время в театре «Кукол» дадут спектакль приключений в стране Мираликундии. В час дня власти торжественно откроют велодорожку вдоль Старого Новотроицкого шоссе. В 15.00 на набережной горожанам презентуют детскую площадку. В воскресенье 1 октября в 11 утра в театре «Кукол» снова премьера «Белоснежка» и «Краснозорька». Любители поесть и попробовать новое ждут в полдень на площади Ленина. Там пройдет фестиваль «Еды Большая ложка». В честь Дня пожилого человека творческие коллективы устроят праздничный концерт. Желающие оценить их номера могут прийти в городской дом культуры в 3 часа дня. 15-летний благовещенец занял третье место на чемпионате России по мотокроссу. Благодаря успешному выступлению в Пензе Денис Дмитриев попал в состав сборной России. На Дальнем Востоке таких высот не достигал никто. Чемпион уже вернулся домой, чтобы отдохнуть от соревнований. Но на диване бока не пролеживает. Смотрите сами. Отработать прыжки и повороты мотокроссером без тренера нереально. Наставник показывает жестами, когда давить на газ. На трассе в районе Тепличного это делает 15-летний Денис Дмитриев, призер чемпионата России. Ты сейчас должен сесть в заднюю стойку и зажимать тормозь. Своего подопечного, 26-летнего начинающего гонщика Александра Денис знает всего пару дней. В ученики тот попросился сам. Денис не отказал. По опыту знает. Учиться мотокроссу на Дальнем Востоке практически не у кого. На Дальнем Востоке нет тренеров. Там есть один Сан Саныч, но он больше по спидвею. Я когда начинал ездить, он учил меня, но у меня ничего не получается. Я не отпускаю руки, если упаду или еще что-нибудь. Я встаю и дальше борюсь. Потому что все может случиться. В этом сентябре у Дениса случилась травма плечам на чемпионате в Каменске-Уральском. До него спортсмен катался в Анапе, Туле, Ярославле и Челябинске. Дома не был 10 месяцев. В школу ходил в городах, где бывал. Как есть время. Неделю раза четыре в школу ходил. Успевал. Четыре проходил. Пятый готовимся к гонке. Суббота-воскресенье на гонке. Потом так же понедельник, вторник, среда учился. Четверг. Все вот так. Но даже так Денис учится на 4,5 по русскому и математике. Химию стоит подучить. И так уже пять лет. Привел в экстрим папам. В свое время сам хотел стать мотокроссером. В его юные годы возможностей тренироваться не было. В сыне потенциал увидел сразу. Был маленьким мальчиком. Еще, по-моему, в первом или втором классе. И замечая, так как он носился на велосипеде, мы все как бы еще смеялись сначала, что это будущий гонщик. У него было изначальное отсутствие боязни, отсутствие какого-то страха. То есть он падал, вставал, ехал дальше. Чтобы ехать дальше, Денис принял сложное решение. Тренироваться на юге России и уйти с боксом. В этом виде спорта парень всего за три года стал чемпионом Дальнего Востока. Мария Селезнева, Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». В лесу Верхнеблаговещенского 18 школьников оказались в плену едкого дыма. Помощь со стороны спасателей не понадобилась. Подростки преодолевали один из этапов спортивных состязаний. Их устроила 22-я школа в честь пятилетия военно-патриотического клуба. Какие эмоции и знания он дарит своим воспитанникам, расскажет наш корреспондент. Настоящая зона отчуждения. Выбраться из нее за считанные секунды обязан каждый. Иначе нет ни гибель, проигрыш. К нему команда пятой школы «Тайфун-2» не готова. 13-летняя Оксана в том числе. Но в этом упражнении от нее ничего не зависит. Она в роли пострадавшей, которую спасают от дыма. Я не верю ничего. Ну, не то страшно. Видеть Оксане не обязательно. В безопасную зону ее донесут на руках. Это последний рубеж эстафеты на время. Закончила его команда с ошибкой. Это был первый раз, когда меня все одевали. Все быстрее, быстрее, быстрее. Этот дым, который попадал в рот и в глаза, в рту он жег чуть-чуть. Меня понесли, забыли положить на носилки, вот на эти. Ну, донесли. На полосе препятствий три команды прыгали, бегали, ползали, преодолевали веревочные дороги, кидали гранаты. Восемь упражнений прошли минут за семь, при норме в десять. Остальные пять упражнений на результат. Стреляли из лука, духового ружья, пневматики, метали не только дротики, но и ножи. Этим ребята занимаются регулярно в своих военно-патриотических клубах. Там же осваивают парашютный спорт. В этом году прыжки запомнились особо. Случаем с одной из воспитанниц. На совершении прыжков с парашюта, когда девочка, ей показалось, что все приземляются, а она нет. У нее было такое ощущение, она попала в верхходящий поток, и воздух ее просто держал на одном месте, она не спускала. Было такое восхищение у нее. Испытать восхищение, понять, почему стоит служить родине и что для этого надо уметь, любой из юных благовещенцев может бесплатно. Патриотические клубы 5-й и 22-й школ сейчас ведут набор. Команда последней, к слову, и завоевала главный приз состязаний. Александра Боровикова, Андрей Белый, программа «Город». И на сегодня у меня все. Приятных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова